Фишки, тамагочи, тетрис, покемоны, йоу-йоу, а теперь еще и спиннеры. Это новомодная игрушка. Антистресс появилась в России относительно недавно, но уже завоевала любовь детей и даже взрослых. Так ли безопасно? Новомодное увлечение узнавала Дарина Игнатьева. Валера крутит спиннеры в руке, на лбу и даже на языке. Этот девайс один из самых простых в его коллекции. Есть еще светящиеся неоновые, вращающиеся от нажатия и в форме летучей мыши. Он расслабляет, иногда помогает успокоиться. В классе все начинают сразу признавать. А с друзьями тоже играете? Какие-то трюки показываете? Ну да. Те же самые перекидывания или на лбу, на кепке, например. Повальное увлечение спиннерами началось в классе Валера в самом конце учебного года. Тогда учителя забили тревогу. Мол, не учатся дети, а мерятся, чья игрушка лучше. Мама Валера к увлечению сына относится спокойно. Я не боюсь спиннеров и считаю, что это не навредит моему ребенку никоим образом. Переживать за успеваемость детей не стоит, отмечают психологи. Как и к другим модным увлечениям, интерес к спиннерам должен угаснуть через пару-тройку месяцев. Кроме того, исследования ученых показали, что повторяющиеся движения спиннера способствуют концентрации внимания. Но действует этот эффект только на детей старше 8 лет. Если родители видят, что спиннер помогает ребенку сосредоточиться, то, конечно же, почему бы ему не разрешить вертеть игрушку, пока он, например, учит стихи. А если же спиннер больше отвлекает, то, естественно, нельзя разрешать ребенку брать такую игрушку в школу. Сегодня детская игрушка заполнила не только школьные дворы. Спиннер можно обнаружить и в руках взрослых людей. Крутить вертушку, разговаривая по телефону или решать сложную задачку, кажется уже привычным делом. Для некоторых новомодный девайс стал помощником в борьбе с вредной привычкой. Спиннер – это крутая вещь. Сейчас не курю, уже совсем бросил. У меня был стаж на 2 года, а бросить курить мне удалось буквально за месяц. Интересный факт. Наверняка все видели трюки со спиннерами в интернете. Их популярность достигла таких масштабов, что некоторые любители спиннеров всерьез задумываются о том, чтобы организовывать чемпионаты по кручению игрушки. А там недалеко и до открытия нового вида спорта. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Арена Кавелян.